Лето не за горами, а это значит, что совсем скоро детский лагерь Ганвик примет первую смену. Для детей пребывание в лагере – отдых, а для взрослых – работа в усиленном режиме. Безопасность проживания, воды, питания – здесь все должно быть на самом высоком уровне. Ганвик – единственный в своем роде в Мурманской области стационарный детский лагерь, который работает круглый год, принимает ребят во время каникул. Детский лагерь Ганвик расположен в Кандалакшском районе на берегу Белого моря. Профильный центр имеет большую историю и пережил два рождения. Лагерь функционировал с 1937 года, но в тяжелые для страны времена на несколько лет был закрыт. В 2000-х началось восстановление центра. Летние каникулы всегда самые любимые и долгожданные. Впереди целых три теплых месяца, которые хочется провести насыщенно и ярко. У ребят из Мурманской области есть такая возможность. В четырех часах езды от столицы Заполярья располагается Ганвик. Детские лагери на берегу Белого моря ежегодно принимают у себя сотни маленьких северян. Они приезжают сюда, чтобы поправить здоровье и набраться сил для новых совершений. Чем живет лагерь, с какими трудностями и приятными обстоятельствами сталкивается, расскажем прямо сейчас. Загородный центр находится в необыкновенном месте, на побережье Белого моря. Прямо посреди соснового леса, который очень напоминает ожившую картину Шишкина. Здесь пахнет хвоей и смолой, а кроны деревьев, кажется, достают до самого неба. По словам специалистов, прогулки, а тем более активные игры на свежем воздухе, оказывают на школьников фантастический оздоровительный эффект. В прошлом году на территории Ганвика, благодаря поддержке холдинга Нареба, построили новую многофункциональную спортивную площадку. А теперь на ней еще и установили настоящую трибуну для болельщиков. Цвета символичные – российский триколор. На трибуне можно от души топать и прыгать. Изготовлена конструкция из антивандального материала. Конечно, веселаги переживают, когда какие-то мероприятия проводятся, спортивные, неважно, какие-то еще другие культурно-массовые мероприятия проводим в лагере. Все дети переживают, болеют за друг друга, участвуют очень активно. Все необходимое для тех культурно-массовых мероприятий, спортивных, я имею в виду, проводения у нас все есть. Аппаратура выставляется, все выносится. В конце марта в Ганвике произошел пожар. Один из жилых корпусов, в котором во время смен проживают педагоги и другие сотрудники лагеря, сгорел полностью. По заключениям пожарной экспертизы технической, чтобы пожар произошел от проводки. В здании 23 марта был сильный ветер, здесь побережье дул до 23 метров в секунду. Поэтому, несмотря на то, что пожарные приехали вовремя, и наша добровольная пожарная команда принимала участие в ликвидации этого пожара, легализовать его не получилось в связи с сильным ветром. Поэтому пострадал полностью, практически на 99% сгорел корпус. Руководитель детского лагеря Юрий Рыженков говорит, что такие потери поставили под угрозу летний отдых за полярных детей. Но, к счастью, выход из ситуации нашли быстро. Для проживания персонала закупили современные модули. Благодаря шефам нашим, компании Нареба, бывшему травовому флоту, руководство нам оказало помощь. Выделило 3 миллиона 80 тысяч. И мы заказали в Санкт-Петербурге. И нам изготовили 9 жилых модулей. Один санкт-технический модуль, где там туалеты, душевые кабинки, умывальники будут. И в общее количество размещений можно поселить нам 27 человек. И как раз поместится и педагоги разместятся, и технический персонал. Траловый флот – старейшее рыбопромышленное предприятие Мурманской области, которое входит в холдинг Нареба. Уже на протяжении нескольких лет он помогает детскому лагерю «Ганвик». Безусловно, в стороне при такой чрезвычайной ситуации меценаты остаться не могли. Это не поддержка, мы являемся спонсорами и уже не первый год сотрудничаем с лагерем. И то, что есть всегда необходимость помогать, это как бы та политика социальная, которая ведется в холдинге Нареба. Ну а то, что произошло вот это вот несчастье, слава богу, что все живы-здоровы, бывает всякое. Да, была у нас встреча, решали, думали, и вот по предложению руководителя лагеря решили закупить эти модульные домики. И, как правильно сказать, сезон оздоровительный на 2019 год, я думаю, что «Ганвик» должен провести, как всегда, на высшем уровне. Тут удобно и проветривается, и все, и открывается как бы стеклопакет, и тут моккитная сетка от комаров. Очень удобно, я имею в виду, все сделано. Мини-домики могут прослужить не один год. В них есть все необходимые условия для проживания. Для дополнительного комфорта закупили новую мебель. Располагаться в модуле могут до четырех человек. Тем не менее, такое размещение персонала мера временная. Принято в расстановлении правительства решения Мурманской области. Есть план реконструкции детско-зарительного лагеря. А вот есть проект строительства корпуса, который планировался якобы вот в этом году. Но вот, не знаю, это управление капитального строительства проводило экспертизу проекта, и все остальное должно быть закончиться. И должны были бы, если все нормально, положительный результат экспертизы будет, то приступить в этом году уже к строительству корпуса. На 50 койко-мест. Большое внимание в детском оздоровительном лагере уделяется качеству воды. На территории загородного центра расположена сертифицированная скважина. Питьевая вода здесь буквально родниковая. Для хозяйственных нужд ее подогревают в сердце лагеря – бойлерной. Летний сезон, когда в муниципалитетах проводится плановое отключение воды, родителям школьников можно не беспокоиться. Принять душ ребятам можно всегда. А с недавнего времени в загородном центре обустроили современную прачечную с сушилками и вместительной стиральной машиной. Так персоналу проще поддерживать чистоту и свежесть постельного белья. Функционирует прачечная круглый год. Она и функционировала только с определенной трудностью, когда не погода, там зимний период были, с сушкой вели. А сейчас такие проблемы отпали. Благодаря тем, что шефы выделили деньги, в 2018 году было вот это помещение пристроено. 70 квадратных метров. Первая летняя смена стартует в Ганвике со 2 июня. Сейчас силы сотрудников лагеря направлены на то, чтобы отдых был не только удобным и безопасным, но и познавательным для ребят всех возрастов. Педагоги готовят спортивные, краевические, даже туристические программы. В одну из них входят морские прогулки, которые были традиционными в далекое советское время. Еще тогда Ганвик ставился морской спецификой и детской флотилией «Альбатрос». Находимся в выринге, где у нас хранятся 5 лодок, шлюпок, на которых дети катаются, катер сопровождения. Это все нам приобрели шефы. Все для безопасного у нас катания детей. Имеются жилеты, шлюпки, лодки спасательные, хуги. Все, 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 все. И мероприятия проводятся совместно с работниками под присмотром ГИМСа. Как проходят морские прогулки, мы уже видели. В их безопасности убедились лично. Дело в том, что съемочная группа телеканала «Арктик ТВ» в Ганвик приезжает не впервые. Обратимся к архиву нашего телеканала. Лето 2016 года. С погодой повезло. Солнце, шикарная природа, детский смех, заинтересованные взгляды. Морская прогулка – очень серьезное событие. Ему предшествует подготовка и инструктаж. Если кто-то выпал за борт, не надо прыгать всем за борт и спасать этого человека. Там есть конец Александрова. Достаем его, подаем человеку, который упал за борт. Понятно, да? Первое и самое главное – надеть спасательный жилет и подогнать его по размеру. Если лодка перевернется из-за жиданого случая, чтобы жилет держал тебя на воде, пока за тобой не придет помощь. Не засидеть на бортах, чтобы лодка не перевернулась. Если вдруг лодка перевернулась и перевернется, то не надо отплывать с нее далеко, если берег не близко. Сотрудники ГИМС обязательно сопровождают такие морские прогулки. В Ганвике, говорят спасатели, безопасность на 5 с плюсом. Лодки были заказаны по специальному проекту. У них обеспечен так называемый запас плавучести. Если плавсредство наполняется водой, оно все равно не утонет. Помощь в случае ЧП не запоздает. Вместе с лодками приобретен катер сопровождения. Но выходить на воду, не зная на зубок всех мер безопасности, все равно не разрешают. В Ганвике опыт морских прогулок большой. Еще в советское время детский лагерь славился морской спецификой. Длительными морскими переходами детской флотилии «Альбатрос». В 2014 году администрация профильного центра решила возродить традиции. Но расходы бюджетному учреждению оказалось не потянуть. Шество над лагерем взял Мурманский траловый флот, который приобрел транспорт и технику для зимнего и летнего отдыха. Редактор субтитров А.Семкин От руководства публичного акционерного общества «Травовый флот» мы нашли поддержку и понимание. Были приобретены пять шлюпок. Хочу сказать, что все эти шлюпки, они в плане безопасности наиболее имеют высокую категорию. То есть были приобретены для детей жилеты и шлюпки укомплектованы с учетом того, что дети на воде должны находиться в полной безопасности. Помимо морских прогулок детский центр уникален тем, что в 2010 году здесь была развернута съемочная площадка. Снимали сериал «Расколы» режиссера Николая Достоля. Ты что, батька, лох? Деревянные декорации в виде часовни и старинных построек так хорошо вписались в общий пейзаж Белого моря, что их так и оставили на побережье по просьбе дирекции детского лагеря. Такие строения создают неповторимую атмосферу. Неудивительно, что дети во время отдыха в таком месте вдохновляются, раскрывают свои таланты и создают творческие тандемы. Но все-таки главная цель работы лагеря – оздоровить детей в возрасте от 6 до 18 лет во время школьных каникул. Да так, чтобы кошелек родителей при этом не пострадал. Путевки в Ганвик бесплатные и распространяются по муниципалитетам через региональное министерство образования. С отдыхающими и набирающимися сил ребятами наша съемочная группа уже знакомилась раньше. Тогда мы попадали именно на летние смены. И горящие глаза детей – лучший показатель работы лагеря. Энергию ребят бьет ключом, но наставники хорошо знают, куда ее направить в творчество. Очень многие дети приезжают, которые где-то может стесняться выступать, а здесь они находят общий язык среди сверстников. И смотря друг на друга, одни выступают, которые действительно уже где-то проявляли себя в школе, и здесь с удовольствием выступают они. У каждой смены свое направление – спортивное, краеведческое, туристическое. Но всегда в расписании свое место занимает творчество. Пребывание в Ганвиге начинается с разделения по отрядам и креатива по поводу его названия и девиза. Мы секретные агенты, не страшные нам конкуренты. Мы пришли на зависть 7, мы агенты 007. Секретные агенты и все остальные отряды подготовили концертные номера в самых разных жанрах. Тут и лирические песни, и современные танцы, и народные пляски. Желающих петь и танцевать много, но энергию надо восстанавливать. Я люблю здесь покушать. Это, наверное, мое самое. Порно – это хорошо. Да, отлично просто. Здесь тихий час, здесь есть тихий час, и можно спокойно поспать. Дома этого невозможно сделать. Впрочем, по дому и родным все равно скучают. А как же без этого? Скучаю. Ну, ты им звонишь, или они тебе звонят? Я им звоню, и они мне звонят. Не переживают за тебя? Переживают. Все время спрашивают, как у нас дела, что мы делаем. Ну, а ты что говоришь? Ну, я говорю то, что у нас тут очень здорово, и то, что мне тут очень нравится. Я сюда еще приеду. Родителям не страшно было тебе такую маленькую отправлять одну сюда? Нет. И тебя не обижают большие ребята? Нет. А какие у вас общие интересы-то, что связывает таких больших девчонок и тебя? Ну, у меня есть сестра, она дружит с многими ребятами, и поэтому я тоже с ними дружу. Тая взяла с собой любимого зайца, чтобы с ним было не так грустно находиться вдали от дома. Но оказалось, что девочке здесь совсем некогда скучать. Надо успеть с новыми подружками порисовать, погулять, а потом сразу бежать на репетицию нового танца. Девочки всего за один день смогли познакомиться, подружиться и станцевать так, будто бы они долго репетировали перед выступлением. Сейчас танец в каком стиле был представлен? Я не знаю, в каком стиле. Мы просто нашли танец в интернете и решили его подготовить на мероприятие. К предстоящему открытию лагеря подготовка более чем серьезная. В актовом зале не умолкает музыка, и репетиция номеров не заканчивается практически не на минуту. Тут даже есть свои опытные конферансье, которые готовы поделиться знаниями с новь прибывшими школьниками. Я не первый раз сюда приезжаю и буду возвращаться снова. Я знаю кучу ребят, их очень много не сочетать. Каждая смена это плюс 20-30 человек новых знакомых, и это очень замечательно. В Ганвике есть хорошая традиция начинать новый день с 9 утра, что относительно поздно для таких детских организаций. Но руководитель лагеря Юрий Рыженков считает, что здоровый крепкий сон во время каникул – это первый залог хорошего самочувствия. В одну смену у нас питается 107 детей за один раз. И вот благодаря шефам в 2017 году мы провели капитальный ремонт зала, столовой, вот этих помещений подсобных. Большое еще раз им спасибо, очередной раз. Сегодня лагерь снова готовится к встрече с новыми подопечными, которые уже совсем скоро наполнят Ганвик смехом и весельем. А мы, уезжая немного с грустью из этих живописных мест, ждем новой встречи с Ганвиком и юными ганвенчанами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова